приветствуем наших подписчиков и гостей канала код изобилия друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы уделим внимание цветам и поговорим о фиалках можно ли держать в доме фиалки можно ли выращивать в доме фиалки обязательно досмотрите это видео до конца и вы узнаете много полезной и важной для себя информации а прямо сейчас подпишитесь на канал код изобилия ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви гармонии пусть они также знают эту ценную информацию вы знаете цветы становятся украшением дома они придают уют и наполняют благоуханием фиалка полюбилась многим хозяйкам и оказалось бы вот такое вот неприхотливое растение всегда радует роскошным многообразием оттенков и для того чтобы этот цветок приносил вам счастье и удачу необходимо знать где его лучше разместить и народные приметы и суеверия фиалка в доме вы знаете имеет неоднозначный характер растение само по себе помогает гармонизировать пространство наладить отношения примирить враждующих по народным поверьям считается фиалка с семейным цветком идеальный подход для дома но можно посадить его и в офисе за культурой важно ухаживать правильно для привлечения удачи и благосостояния необходимо своевременно удобрять и поливать растения помните о том что здоровый и цветущий экземпляр фиалки принесет вам счастье ухаживая за цветком можно очистить пространство наполнить дом гармония и спокойствием но если вы видите пятна на листьях вредители и преждевременное увядание бутонов это предвещает вам сложный период в жизни и даже возможны денежные потери народные поверья рекомендуют размещать в доме вазоны особенно с фиалкой в детской комнате это помогает усмирить маленьких непосед улучшает когнитивные процессы позволяет пережить подростковый период сохранив душевное спокойствие растения также в доме лучше держать всего в гостиной и подальше от домашних питомцев если фиалка зацвела у ниже не замужние девушки то народные приметы предвещают ей счастливое будущее встречу со своей второй половинкой семейная паре сулит гармонию в отношениях верность и душевную близость и супруги в таком случае окажутся опорой друг другу в доме будет царить всегда мир и порядок если фиалка цветет уже у замужние женщины то народная примета предвещает приятные сюрпризы это могут быть долгаштанные новости например о пополнении в семье народные поверья говорят что фиалка которая зацвела в доме молодого парня предвещает встречу с ужиной важно не пройти мимо своей судьбы и согласно древним толкованием цветок подаренный незамужние девушки собирает у нее женское счастье поэтому считалось что такое роскошное цветение отнимает всю красоту и энергию и конечно же существует немало народных примет а фиалки мужигония знаете по народным приметам фиалка мешает встретить свою судьбу а также обрекает отношения до брака на провал и чем больше синт полей в доме на подоконнике тем быстрее увядает красота толкование также связано и с ядовитыми свойствами которые цветок проявляет ночью поэтому незамужние девушки лучше выращивать такие цветы вне дома украсив например рабочий стол своего офиса способствует здоровой атмосфере в коллективе поможет обрести друзей среди коллег и народные суеверия не рекомендуют незамужним женщинам которые проживают в одиночестве выращивать фиалки если же это родительский дом цветок не повлияет на судьбу и личное счастье знаете фиалка способна принести гармонию и мир в дом поэтому существует немало народных поверьей о фиалки она считается отличным подарком для семьи ее преподносят на новоселье и другие памятные события фиалка это вообще-то семейный цветок поэтому народные приметы предлагают дарить ее молодоженам чтобы первый год прошел без ссор и конфликтов темпераментным людям склонным к импульсивным поступкам рекомендуют выращивать симполию дома это позволит найти внутренний баланс и наполнит уверенностью симполию также дарят семьям с детьми цветок действует умиротворяющим на всех членов семьи помогает быстро разрешить конфликты а также находить компромиссы растения благотворно действует и на состояние здоровья цветение повышает энергетический потенциал и активизирует внутренние ресурсы если в вашем доме заболел ребенок или пожилой человек то в его спальню рекомендуем ставить цветущую симполию с наступлением ночи емкости цветами выносят на балкон потому что считается что именно эта культура выбирает вибрации луны также считается что вместе с цветком вы можете получить и чужие проблемы поэтому при вручении лучше заплатить за презент монетой дарить принято как правило цветущее растение и тогда семью ожидает счастья и благополучия если саженец еще не успел выбросить бутоны нужно тщательно ухаживать вовремя поливать иначе он будет забирать энергетику домочадцев вазон цветком рекомендуют размещать в детской активных непосед культура в таком случае поможет умиротворить взрослых холериков обладающих взрыв взрывным темпераментом если дома у вас разлад то осен поле станет цветком мира а чтобы наладить отношения в коллективе в котором успех результата зависит от командной работы народные поверья предлагают сделать коллегам отличный подарок в виде цветка в горшке вы знаете в природе существуют белые фиолетовые красные и голубые разновидности и толкование народных примет связаны связанных с фиалками в доме основываются и на окраске бутонов чтобы правильно выбрать цветок для обретения семейного счастья здоровья или привлечения достатка необходимо ознакомиться и с народными суевериями душевная дарит душевное спокойствие и гармонизирует пространство дома также фиалка нейтрализует конфликты и дух соперничества позволяет каждому занять достойное место в иерархии семьи и сен сен поле благотворно воздействует на отношения между братьями и сестрами способствует крепкой дружбе и взаимовыручки поэтому растение рекомендуют выращивать и людям которые развивают свои духовные практики и по народным суевериям культура с алыми цветками позволяет избавиться от таких пороков как жадность алчность и зависть решает проблему чревоугодий и вредных привычек красная фиалка также красную фиалку вы можете размещать на кухне или в спальне но обязательно выносить нужно горшок на ночь и такое растение будет наполнять вас энергией которая необходима для достижения поставленных целей также народные приметы гласят что красные фиалки на работе обещают быструю реализацию всех проектов если мы говорим о белой фиалки то такое цветущее цветущее растение избавит от негатива и страданий белоснежную культуру считает покровительницей женщин цветок дает силы для поддержания любви и взаимопонимания помогает обрести мудрость и воспитывает философское отношение к жизни ну а голубая фиалка или бирюзовая поднимает настроение наполняет вдохновением и стимулирует творческий процесс рекомендует выращивать людям тонкой душевной организации склонным к меланхолии и депрессии цветы очищают дом от негативной энергии помогают создать непринужденную обстановку также симполии позволяют раскрыть творческие задатки поэтому их часто размещают в художественных и музыкальных студиях это отличный вариант подарка для под представителей сферы искусства поэтому друзья теперь вы знаете какую лучше всего фиалку иметь своем доме или в своем офисе а также теперь вы понимаете как правильно дарить такую фиалку